всем привет друзья с вами devilplay и всех с началом осени наступила 1 сентября и наконец вышло наше новое обновление вот и давайте же глянем что у нас тут есть значит у нас уже новый этот баннер новые леги новое оружие также и персонажи вот рейден у нас вроде как если не ошибаюсь просто так у нас на похоже на байдол поэтому я не знаю есть какие-то персонажи такие похожие вам скажу также электрический и блин как-то так и этот как у нас всегда стандартный баннер вот нам тут должны еще дать эти кристаллики кристалла истока ли камни истока давайте же мы с вами их заберем так что это у нас праздник событий идем вместе так что-то объединяясь с новобранцами вернувшись полную версию это тоже связано с обновлением 1 сентября так скажем это не будет видос с профессиональным обзором от иду обновлению так скажем первое впечатление и первый обзор наше обновление вот кстати подоб 22 сообщение по 300 соответственно камни истока это хорошо почему там что и с помощью них можно покупать также как и смолу также можно и призывать новых персонажей так как у меня сейчас не так уж и много персонажей поэтому я думаю скорее всего мы будем их тратить на призывы думать самый быть правильный вариант ну-ка посмотрим что это за что-то было время для опроса от payment пока что опросов у нас нет ну наверно попозже сделать вот я прочел по обновлении там ты скачиваешь с телефона играю а ну что это у нас тип поможем выбрать короче оружие которое нам нужно или копье или двуручный меч то есть если вдруг нам пятизвездочное оружие выпадет каким-то образом чудом так скажем с таким то вот так скажем везением то ли как это называется фигня короче неважно я читал обновление там у нас короче новые два две территории название их наизусть не собрался не собирался запоминать короче можете посмотреть в обновлении но два региона открыто у нас в этом обновлении три персонажах новых потом еще у нас что-то оружие новое открылось новые задания архонта истории то есть новые сюжетные задания еще добавили вот и что же еще там будет сейчас посмотрим так сейчас просто смотреть блин вряд ли конечно легендарка выглядит но я поставлю на двуручный меч потому что персонажа с копиями не так уж и много и так важно мер на предуручник нужен так как у меня есть опять уже самый рейзер даже этот ледяной у нас то что двуручник есть ну давайте начнем призывать поскольку на выходе выпадал на это фигня трез звездочные кстати я там смотрел видео типа говорят лучше призывать по одной штуке и давайте посмотрим мы просто прикол в том что когда мы 10 призывать делал сразу то нам по-любому выпадает 4 звездочные хотя бы или оружие или персонаж пока 5 3 звездочные там типа когда она что-то покруче выпадает то вот этот кристалл который летит он выглядит совсем иначе посмотрим как может быть мы не заметили так не выпало ничего легендарки не 4 звездочные не пятизвездочные ничего не выпало так а ну-ка посмотрим что посмотреть нужно три ключа у нас это задание для того чтобы начать эти задания нужно пройти сюжетку который я еще не проходил скорее всего не видео это сделать так так скажем уже до хрена видео на youtube с прохождением сюжета поэтому я уже записывать то что считаю так скажем мне интересно кстати я это видео немножко не поочередности записываю поэтому здесь некоторые изменения есть не планово записывать не успел не успел я выпустить поочередно мне там же есть еще материал по игре моей давайте с вами посмотрим хотя протестим новых персонажей это у нас идет как пятизвездочные это у нас рейден до рейден ты прям как этот персонаж из мото-комната как будто у нас рейден но размахивается им как будто у мечом крутая вот тут она наконец всех рвёт и летает мне нравится вообще можно тупо ею играть и даже не менять персонажа она просто сверху мечтает с мальчами она просто сверху и самый прикол что после ульты обычный даже удар наносит электрический урон как я считаю не, это однозначно супер персонаж но всё-таки какие-то пятидесяти мне ещё ни один пятидесяти не выпал так испытание проведено давайте заберём награды за за тестирование ну вот такая бы у меня бы хотел вот так получить награду а это что у нас а местное движение а это кажись бездна да извиняюсь что-то я с длиной подавился давайте следующий проверим но мне кажется что после той уже эти не так не так особо будут впечатлять эти персонажи ну давайте попробуем посмотрим не будем гадать потому что иногда четырёхзвёточных тоже по своему крутое что это она сделала а просто уклонение а ну-ка как обычно лучник ничего сверхъестественного и я не пойму она просто уклоняется и никакого урона просто тупо уклон как по мне ребята немножко ну не знаю каждый конечно своими но как по мне это да ульта неплохая вот видите вот заебись ну просто скилл как по мне он вообще какой-то бесполезный правильное слово подобрать или это бесполезный просто скилл вот такой если после той уже не совсем придем давайте на другое тоже мы поняли прошел испытание давайте посмотрим на сахарка сахарок глянем что она умеет а ну-ка вот это уже поинтереснее о кстати она просто маг поняли ммм да удобный персонаж я вам скажу особенно то что она еще и ветряной стихии я вам скажу это отлично вот тот же самый например лизы сейчас мы стреляем поменяем на сахарка просто обычным ударом выстрелим и эта молния будет на всех расползаться вот так как ветер у нас умеет способность распространять стихию если вот видите лёд лёд стоит значит внутрь включаясь ветром ветром бьём и все она распространяет на всех вот это у нас ульта в сахарке вообще короче рвёт и мечет ну вот на первом месте то первое то что было она крутая вторая вот сахаров я вам скажу ну а то лучница ну я скажу вам не особо впечатлило меня не знаю может быть лучники для меня недооцененные персонажи ну что-то мне как-то ну лучники больше всего знаете здесь для этой игры для чего хороши например допустим вот надо открыть какие-то там секретки там включить зажечь какие-то пакела и все остальное да лучники топ а в бою пока что я честно говоря не особо ими пользуюсь и не особо вижу в нем никто в бою ну разве что опять таки в некоторых конкретных ситуаций типа типа босс улетел бьет далеко и ты должен издалека по нему попасть или типа вот те же самые вот эти растения папоротники им не надо в каких-то конкретных точках попадать стрелять то да они очень полезно атак такой так как у меня рад не сильно высокий ребята тут от и до я полностью не смогу вам показать это обновление но надеюсь что опять-таки более-менее так скажем с вами рассмотреть смогли ну сейчас я на данный момент когда играю я сейчас уже двадцать восьмой ранг достиг скажите двадцать девятый ну скоро тридцатый будут ну и будем надеюсь что там будет контент поинтереснее ну-ка давайте глянем что у нас тут творится в бездне может тут еще что-то добавилось так у нас тут благосамь бездна величественная луна активация взрыва стихии ну короче себя очередной очередной бонус бездне которым можем типа пользуется если будем биться да по новой бездне не началась мы так и продолжаем видите на пятом остановились на пятой застряли так скажем там нужно просто больше персонажей но это будет со временем и не просто больше персонажа персонажа там не хватает надо еще прокачанный персонаж и спустя некоторое время ребята я там заметил такую штуку вот это тоже связано с обновлением поэтому решил записать хотя я еще даже не планировал вот здесь у нас есть особые события это помните то что мы вначале посмотрели в почте там идем вместе вот это да тоже браузерные типа события тут что у нас есть музыка что-то она не играет сейчас 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 решим ну события но вот музыка началась ну не скажете заходите в браузер и играете в нее не просто надо будет заходить собирать вот вот эти купоны ребят и вот здесь можно вот копировать ссылку на приглашение ребят поэтому чем я и займусь я оставлю ссылку в описании поэтому если вы еще не играете хотя навряд ли что вы в нее еще не играете ну мало ли вдруг если захотите г то сходите заходите в игру а вот ссылки в описании буду вам очень благодарен вот также можете с вами ссылками делиться в комментарии если я не против буду решать решение принимать вам и и как бы банить блокировать за такие комментарии не буду ребята вот такие вот делишки надеюсь вам понравился этот ролик обновление опять-таки весь кайф обновления еще не смог испытать так как рамку еще невысок и у меня еще не открыты территории снежной и надзумы наверное там больше всего будет экшен с квестами вместе ну как-то так все дело как бы времени мне игра нравится играя даже и не для записи для себя и для удовольствия поэтому это играющий принципе для удовольствия куда-то торопиться спешить здесь не надо здесь просто нужно играть и наслаждаться есть конечно игроки чуть не не черкнутые на голову продали душу дьявола чуть не весь день играют в нее без остановки ну я посмотрел некоторые тоже пару видосов там у них там 50 легендарных и на 5 ранге и чуть ли не там 100 миллионов морд не знаю по 5000 каждого ресурса по еще больше там еще и 200 тысяч там эти артефактов легендарных но это я не понимаю таких людей да они конечно может что-то добивается в своей жизни таким образом хотя в другой стороны может это их прибыль может они что-то от этого получают в youtube где у них там до хрена всего этого наберут просмотры заработают может быть почему бы и нет спасибо что досмотрели до конца подписывайтесь с колокольчиком всем спасибо за просмотр ставьте лайки всем пока до конца